Всем привет! Начинаю новый влог и сегодня с утра мы с мамой собрались и отправляемся покупать для моей племяшки новые золотые сережки на подарок, так как папа завтра улетает. Мы с мамой пришли к выводу, что лучший подарок и легок в транспортировке это будут золотые сережки, а вот какие мы выбирали очень долго. Я хотела взять побольше, покрупнее, а мама настаивала, что все-таки на маленьком ухе будут смотреться все-таки маленькие какие-то модели. Вообще я всегда стараюсь выбирать для людей подарки, которые я бы была бы рада получить сама. А вы прекрасно знаете, насколько я люблю ювелирку, это просто нечто, особенно этот комплект с розовой эмалью, здесь сережки, кулон и браслет, они просто запали мне в душу. Ну а так, конечно, каждое изделие прекрасно по-своему. Один подарок в дорогу уже готов, мы еще купили такую красивую коробочку, я хотела розовую, но ее не было, поэтому решили взять такой благородный зеленый цвет. Выбирала их мамочка, посмотрите, какие красивые нежные сережки, очень крепенькая застежка, английский замочек, 585-я проба, здесь почти 2 грамма. Мама хотела поменьше взять, еще меньше, чем эти, прикиньте, я считаю, что совсем маленькие брать не стоит, потому что девочка растет, скоро пойдет в школу, туда-сюда, чтобы в те времена она могла носить. И тем более клевер это символ удачи, поэтому я думаю, что ей понравится. Там было просто уйма разных моделей, очень крутых, я еле удержалась, чтобы не купить себе сережки, мне столько моделей там понравилось, в общем, еле удержалась, и на последние деньги купила эти сережки, и решила, все, стопай, Айнур, тебе это все не надо. Действительно, золота у меня много, и санлайта, и другие какие-то модели, и носить я все не успеваю, поэтому пока что нужно приостановить пыл свой. Папа улетает завтра в 5, так как надо будет рано встать, и обычно в такое время просто так много машин во дворе, и все друг друга закрывают, поэтому я решила перепарковать свою машину в более удобное место, и вроде как это место прям рядом с выходом, рядом с шлагбаумом, и там еще дополнительно поставить еще одну машину, просто нереально. Ну, насколько я это сообразила, надеюсь, что меня никто не закроет, и я спокойно завтра в 5 вместе с папочкой отвезу его в аэропорт, и никаких проблем не будет. Я очень на это надеюсь, в общем. Также надо решить вопрос с подарочком для Дианы, я кое-что подготовила, естественно, надо это все как-то красиво упаковать, но есть такой момент, если я это красиво упакую, то это при транспортировке будет не очень удобно. У папы есть еще и свои какие-то вещи, поэтому, к сожалению, наверное, красиво упаковать это все не получится, поэтому я все помещу в пакеты и покажу вам. Кстати, у Дианочки есть кошка Бонни, ты не хочешь передать ей что-то? Твикс, солнышко, ты не хочешь своей любовью передать приветы или, может быть, что-то на память? Какой-то кулон, цветы или игрушку, статуэтку? Кто не знает, Дианочка это моя двоюродная сестренка. Я вам хочу показать, что же я ей отправлю. Во-первых, это вот такой кошелек, который я просто обожаю. Вы знаете, что я заказывала точно такой же для своей подружки Саадайт, и мне самой он безумно нравится. Здесь у нас карточки, здесь денюжка и здесь дополнительно еще ячейка. То есть у меня точно такой же кошелек. А вот и мой, просто у нее на тон темнее, мой чуть-чуть светлее. Крем для рук от Эвелин вот такой. Я бы вообще в идеале все бы аккуратненько разложила в этот бокс, красиво все это дело оформила и вот так вот закрыла. Но боюсь, что папе будет неудобно так при транспортировке. Сейчас открою и покажу вам сережки, которые я еще давненько заказывала именно для Дианочки. Тогда они должны были приехать сюда. Но потом, к сожалению, так получилось, что они приехать не смогли. Вот теперь с папой я решила отправить эти серьги. Они безумно красивые, очень классно переливаются. Сзади здесь обычный гвоздик и силиконовая заглушка. Вот этот бомбер я тоже заказывала именно для Дианы. Помните, я когда снимала для вас распаковку, еще тогда вам говорила, что заказываю не для себя. Очень крутая штука, классно сидит. Мы с ней плюс-минус одной комплекции, поэтому я думаю, что на ней тоже все будет сидеть очень круто. И как раз я думаю носить прямо сейчас. Вот так вот. Померю, чтобы вам показать. Очень круто смотрится. Возвращаюсь к вам спустя, наверное, где-то неделю. Сейчас мы с вами будем делать макияж. Я абсолютно без косметики. Правда, накрасила немножко брови, но на лице нет абсолютно ничего. Я смешиваю Max Factor с BB кремом от Holika Holika. Правда, это только название BB крем. Он достаточно плотный, но в то же самое время темный. По-моему, он только в одном оттенке. Раньше, кстати, когда была подростка, я всегда, когда покупала темный тон, это было довольно-таки часто. И когда я не попадала, я просто этот тон отдавала каким-то своим знакомым, подружкам и так далее. Мне даже в голову не приходило купить аджастер или купить просто какой-то светлый тон и разбавить. Я вообще очень светлая, и у меня подтон кожи, он немножко розовый. Мне обычно все тональные, они желтят. Поэтому найти тон, который идеально подходит под мою кожу, очень сложно. Но когда ты разбавляешь в нужных тебе пропорциях светлый тон и темный, получается просто идеально. Не знаю, не люблю я кистью наносить тон. Но когда я наношу пальцами, начинаются комментарии, что что это за способ? Неужели так сложно купить нормальную кисть? Сегодня у меня бьюти-день. Сейчас я накрашусь и пойду на лазерную эпиляцию. По идее, пока что рано идти на лазер. Вроде волос у меня особо так-то нету, как вы видите. Но я уезжаю в деревню, и я не знаю, сколько я там буду. Дни 10, я думаю, точно. И в тот период уже надо будет идти на лазер. Но там я не знаю, есть ли салоны, эти аппараты и все дела. Наверняка, конечно, в городе есть. Можно поехать в город. Но это дополнительный геморрой. Искать, понравится мне или нет. Лучше пойти в тот салон, который уже проверенный временем. В который я хожу, кстати, давно. Там делают очень недорого. Одно время, кстати, два сеанса я ходила в другой салон. Более элитный, более дорогой, классный. Но я поняла одну особенность, что везде один и тот же аппарат лазерной эпиляции. То есть это аппарат Кандела Про. И в салоне, где дорого, и в салоне, где дешево, делают одинаково хорошо. Плюс еще до этого салона мне надо ехать на машине минут 40. Я так раскинула мозгами, зачем мне это надо? Если так же хорошо делают там, где дешево, и это место находится около моего дома, зачем мне ехать в центр города, типа в крутой салон? Ну, бессмысленно, согласитесь. Поэтому я возобновила свои процедуры именно в этом салоне, в который я ходила раньше, который дешевый. И очень милая девушка там работает. Я, кстати, хожу к одной и той же, мне она очень нравится. Вот. И сегодня пол одиннадцатого я записана на процедуру. Обычно, кстати, на коррекцию я не хожу. Хотя коррекция абсолютно бесплатная. Дело в том, что у меня и так, и так очень мало волос. На коррекции ничего не остается. До коррекции, точнее, ничего не остается. Тем более в этот раз вообще. Я не знаю, что мы будем эпилировать. Но мне так будет спокойней. Вообще, я обожаю лазерную эпиляцию. Мне кажется, это лучшее, что придумало человечество. И кто-то там говорит, избавиться от волос невозможно. Вы знаете, у меня на ногах, так вам по секрету скажу, раньше была чуть ли не щетина. А сейчас там прям пушковые волосы. 80% волос просто больше не растет. А оставшиеся, по идее, они очень тонкие. В общем, идеальная процедура. Чисто для меня, чисто для моего светотипа. Также сегодня, кстати, я записана к косметологу. Под прошлым видео одна девушка мне пишет. Айка, зачем ты скрываешь? Видно же, что ты подколола губы. Даже следы от уколов остались. Но я не знаю, откуда вы берете такую информацию. Губы как были, так они и есть. Я уже год, ровно год ничего не делала с губами. Вам просто это кажется. И вот сегодня я пойду делать губки. Я от вас не скрываю. Совсем чуток подколем. 0,5, наверное. И еще я хочу сделать ботекс. Потому что вот эта вот морщинка, я не знаю, обидно или нет. У меня вообще лоб очень активный. При разговоре у меня постоянно здесь появляется залом, который меня жутко раздражает. Год назад я делала туда ботекс. И просто год ходила счастливая. Вообще в интернете везде пишут, что эффект ботекса где-то 4-6 месяцев. Но у меня где-то год держится эффект. И сейчас я уже заметила, что опять начинается этот залом, который меня раздражает. Если его можно ликвидировать, почему бы это не сделать? Вот сегодня мы с вами пойдем это делать. Эффект мы с вами увидим где-то через 5 дней. Ну, в общем, я хочу это сделать. И, естественно, я иду к своему любимому косметологу. Давайте заколим волосы, а то они меня уже достали. Я нашла для себя лучшего косметолога. Я постоянно хожу только к ней. Я не могу доверить другим врачам свое лицо. И губы мне она делала. И все процедуры только ей. Мне очень нравится, как она делает. Она знает меру. Она знает, что именно тебе нужно. Что именно тебе подойдет. Как сделать так, чтобы ты не потеряла свою индивидуальность. И не было такого, что, посмотрев на тебя, сразу понятно, какие процедуры ты сделал. Что все выглядело максимально естественно. В моем случае, мне кажется, у меня реально все выглядит очень естественно, натурально. Так что контакты я вам обязательно оставлю. Это не потому, что это реклама. То есть за процедуру я заплачу кровно заработанные деньги. Кто думает, что я эту процедуру делаю бесплатно, это не так. И эта рекомендация, она чисто просто от души. Как подружка подружки. То есть этому человеку вы можете доверять. И как вы видите, у меня все замечательно. Мои все подружки ходят к ней. Все просто в восторге. Так что обязательно переходите в ее инстаграм. И делайте процедуры, которые вам нужны. Так, сильно краситься не буду. Я думаю, так достаточно. Еще несколько штрихов с помощью хайлайтера. И все, можно выходить из дома. На улице вообще палящее солнышко. Поэтому я, наверное, накину какую-то рубашку сверху. Кто не знает, после лазерной эпиляции нельзя сразу на солнышко. То есть прямые воздействия солнечных лучей могут появиться пигментные пятна. А так как после лазера я еще пойду на губки, то обязательно надо что-то накинуть. Я уже пришла, хотела вам показать, какая у меня реакция кожи на лазер. Видите, вот эти небольшие пятнышки коричневого цвета. Это те места, где были волосы. И вот так вот я сходила на лазер. И, кстати, у них была какая-то проблема с аппаратом. И они мне сказали, что обязательно надо прийти на коррекцию. Потому что, скорее всего, все волосы не выпадут. Сверху укропа я, пожалуй, надену вот эту рубашку белую из последнего моего заказа. Шейн. Вот. Специально, чтобы руки были защищены от солнечных лучей. И надену вот эти брюки. Тоже, кстати, шейна. У меня все шейна. Но в то время я сама еще не умела заказывать. И брала у перекупщиков. Я, естественно, как всегда, опаздываю. Мне эта рубашечка очень нравится. Особенно, когда вот так застегивается. Вот. Еще надо расчесаться как-то. Голову тоже в порядок привести. Как вам? И возьму с собой вот эту вот мою сумочку. Я уже на месте в этом моем любимом прекрасном кресле. И изначально с доктором обязательно все обсуждаем подробно, как что сделать и как будет выглядеть лучше. Губы решили всего добавить 0,5. И, естественно, зачем я пришла? Ботекс. И первым делом доктор Найда наносит мне на губы анестезию. Она в форме крема или в форме геля. С ним я просидела где-то 15 минут. И губы, скажу честно, они мели. Помню, когда первый раз ходила делать губы, у меня был такой страх. А сейчас для меня это просто рядовая процедура. Я к этому отношусь очень даже спокойно. Особенно, если ты уверен в своем враче. Начали мы с ботокса. Если сравнивать две сегодняшние процедуры, что же больнее? Возможно, кому-то интересно. На мой взгляд, больнее все-таки делать губы. Но все терпимо, не сильно критично. И буквально за 7-10 минут мы закончили с ботоксом, с моим лбом. Естественно, никакого результата вы пока что не видите. Да и я тоже. Результат будет где-то ориентировочно через 5 дней. Обычно где-то через неделю приходят на коррекцию. Но я это дело не очень люблю. Найда всегда ругает меня за это. Я еще та ленивая попа приходить не люблю. Но результат мне сразу нравится. Поэтому и смысла в этом особо не вижу. Изначально я вообще хотела показать вам весь процесс, как мне колят губы. Но потом все-таки я поняла, что скорее всего YouTube не пропустит подобные сцены. Потому что они не для слабонервных. Результат мне лично безумно понравился. В дальнейшем в мукбанках обязательно будете видеть мои новые губки. А вы обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца.